Значит, вот я так перевел. У меня слайдный английский, ну, наверное, я буду говорить по-русски, я, в общем, как угодно, наверное, потому что аудитория все-таки в основном, наверное, русская. Значит, в мире курят уже один миллиард человек. Это почти 20% всего населения мира. 800 миллионов из этих курящих – это мужчины. Все-таки больше мужчин курящих, чем женщин. Особенно это, так сказать, видно по Китаю. В Китае 74% мужчин курят и всего 8% женщин. У нас ситуация, соотношение мужчин и женщин значительно меньше, оно составляет 3. И по данным 2016 года в России курили почти 50% мужчин и 14% женщин. Это, в общем, мужские показатели очень высокие, что я вам сейчас покажу. Вот видите, на этом слайде представлены, ну, 20 стран с наибольшей распространенностью курения. И вот, так сказать, Россия – это показатель для обоих полов 39% мужчин и женщин в России курят. Россия вот среди мужчин входит, опять-таки, в данном случае уже в десятку стран с самым высоким показателем курения. Видите, Россия, где у нас тут? Вот Россия, видите, 51% среди довольно-таки, так сказать, стран, ну, в принципе, в основном стран третьего мира. Что, в общем, не очень хорошо. Я хочу сказать, что показатели распространенности, они по разным данным несколько разнятся. Поэтому не удивляйтесь, что на разных слайдах будут немножко разные данные. Разные данные чуть-чуть, 2-3%. Конечно, это значительно, но я взял то, что было, во всяком случае, я имею в виду, что касается, пардон, что касается международных показателей. Вот на этом слайде динамика курения с 2000 года по 2025 мужчины. И вот под 14 номером Российской Федерации. Посмотрите, у нас и в 2000 году самая большая распространенность курений среди мужчин была 68%, 69%. И в 2025 году предполагается, где она, вот тоже, 53,5% курящих мужчин предполагается, что будет в 2000 году. Это данные довольно серьезные. Это, видите, WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking 2025. Это, в общем, 2018 года издание. Эти данные отличаются от данных, которые представляет нам Минздрав. Но, опять-таки, разница в несколько процентов – это неважно. Главное, что курение, надо распространенность курения снижать. Что касается женщин, у нас ситуация относительно благоприятная пока. Видите, в 2000 году курили 19% женщин, в 2025-м вроде, видите, рост. По данным Минздрава у нас есть некоторое снижение. Если, according to the Ministry of the House, we have a kind of a bit different why our women… Как нам, наверное, жителям мегаполисов это непонятно, но… В Великобритании и так далее. Вот эта динамика, вот это уже, за это я отвечаю, это динамика продаж сигарет в России. Обратите внимание, значит, рост до 1988 года, потом снижение. Это снижение, так сказать, как говорится, man-made, это связано, так сказать, со снижением продаж легальных сигарет. Вы помните это время, дефицит товаров всяких, включая сигареты, но это компенсировалось, дефицит официальных продаж компенсировался черным рынком. Ну, присутствующие россияне и представители бывших Советского Союза стран это помнят. И поэтому… И поэтому… И это… Точно надо на это обратить внимание, но это имеет объяснение. А вот что касается этой, так сказать, прямой… Не прямой, а, так сказать, ну… Ну да, неизменения трендов. Это, как вы помните, опять-таки, в начале, когда развалился Советский Союз, вообще, так сказать, было очень много, опять-таки, нелегального товара. Не было акцизов, вообще не было никакого законодательства по поводу налогообложения, продаж сигарет и алкоголя. И, в общем, был полный беспорядок. И вот уже где-то в 98-м году, когда эта ситуация утряслась, опять мы видим рост. И вот максимальный рост где-то… Максимальное значение где-то в 2008-м году 450 миллиардов штук сигарет продавалось в это время в России. Далее флюктуация некоторая, снижение продаж, но все-таки тенденция к снижению. Такс. Такс, прошу прощения. Почему-то вот здесь не хочет. Переходим. Толкните, а? Вот так, хорошо. Теперь я хочу все-таки перейти к доказательствам того, все-таки, по-видимому, надо об этом несколько слов сказать. Вот основные исследования, на основании которых были получены доказательства, ранние, я бы сказал, исследования, на основании которых были получены доказательства о том, что курение вызывает рак легкого и другие опухоли человека. Это когортные исследования американского противоракового общества, это исследования когорты ветеранов войны и исследования когорты британских докторов, врачей. Это известные исследования, на основании которых и были получены доказательства канцерогенности курения для человека. Это я вам представляю наше исследование, коротко. У нас когорта практически 250 тысяч человек, которые мы наблюдаем уже, ну, здесь написано 14 лет, но, в принципе, это уже 20 лет накопилось. И вот на основании опроса в начале участников когорты прослеживания и анализа, естественно, мы показали, что, так сказать, риск рака легкого растет с количеством потребляемых сигарет. И, как видите, видите, показатель риска достаточно высокий. Кроме того, курение вызывает, это опять наши данные, вызывает как рак легкого, так и рак верхних дыхательных и пищеварительных органов. И также, как видите, вот ниже, фактически все повышает риск всех сердечно-сосудистых заболеваний и всех заболеваний легких, особенно хронических заболеваний легких, особенно хронической обструктивной болезни легких. Ну, да вот на основании... Что-то бежит сегодня, ребят. На основании вот этих... Не хочет. На основании этих... Ну, почему он не хочет здесь остановиться? Что с этим делать, ребята? На основании всех этих исследований... Ну, ладно, бог с ним. Нет, не бог с ним, потому что это очень важно, потому что это доказательная база, это абсолютно необходимо. Ну, ладно, бог с ним. Так, на основании этих исследований... Ну, давайте попросим наших... Нет, ну, ладно, бог с ним. Пусть будет так, потому что уже времени не хватает. На монографический комитет Международного агентства по изучению рака в течение... Вот видите, несколько лет этих событий, заседаний этих рабочих групп монографического комитета 1984, 2004, 2012. Может быть, и где-то в промежутке было. Я это помню, потому что на этих монографических комитетах я был. И на основании вот имеющихся и изученных, и проанализированных, опубликованных, повторяю, данных, было доказано, что курение вызывает вот перечисленные здесь 15 форм рака. Но рак легкого является, собственно, маркером. Во-первых, как вчера говорили, это наиболее часто встречающаяся опухоль, опухоль, злокачественная опухоль в мире. И потом он является маркером распространенности курения. И, собственно, заболеваемость, смертность от рака легкого и динамика, смертность, заболеваемость и смертность от него, являются маркерами нашего успеха в контроле заболеваний, связанных с курением. Ну, этот слайд вы видели миллионы раз вчера. Но, тем не менее, я хочу вам все-таки подчеркнуть, что, видите, темно-синяя покрашена вся Россия вместе с Китаем и вместе с несколькими странами Восточной и Центральной Европы. Вот, видите, в Соединенных Штатах, в Скандинавии, в Австралии цвет немножко светлее, так что, так сказать, там совершенно очевидно, смертность здесь, нет заболеваемости рака легкого ниже, чем у нас. И это очень грустно. Теперь вот конкретные цифры. Видите, опять страны, это страны с наиболее высоким, 15 стран, с наиболее высокой и с наиболее низкой смертностью от рака легкого. Мы опять чемпионы, считайте, я не знаю, на каком мы месте, но совершенно очевидно мы входим в десятку, видите, Российской Федерации красным цветом. Что касается, повторяю, женщин, то заболеваемость, в общем, низкая, и повторяю, только потому, что российские женщины начали курить значительно позже, чем мужчины. Это очень важный слайд. Все-таки, несмотря на то, что, так сказать, борьба с курением очень, в общем, нелегкая задача, все-таки на основании полученных данных и на основании, так сказать, пропаганды и принятия мер по контролю курения, видите, началось снижение, в первую очередь, в Великобритании. Вот видите, эта кривая, это где-то начало, конец 60-х годов, начало 70-х. Происходит снижение, произошло снижение форм рака, связанных с курением. Вот сюда входит рак легкого, опухоли верхних дыхательных и пищеварительных органов и так далее. Совершенно очевидно снижение. А вот другие опухоли, которые не связаны этиологически, причины с курением, видите, какие-то флюктуации, фактически ничего не происходит. И это доказывает о том, что в этой стране, Великобритании, уже к тому времени усилия по контролю курения привели к успеху. Это динамика рака легкого в некоторых странах, и в первую очередь в России. Красная кривая, вот видите, с 1993, ну, с начала 90-х, был до них резкий рост, а после – резкое снижение. Повторяю, вот видите, это Великобритания, видите здесь, это произошло значительно раньше. В Польше, Венгрии примерно в то же время изменение тенденции, изменение тренда в смертности, это произошло значительно, то есть здесь произошло значительно раньше, а здесь примерно в то же самое время, чем что у нас. К счастью, видите, все-таки у женщин вы достигли максимума смертности, опять-таки, в начале 90-х годов, и с тех пор идет снижение, что, в общем, важно. Ну, я повторяю, показываю этот слайд не потому, что я больше на нем не остановлюсь, я просто напоминаю, что снижение распространения, курение, снижение продаж, курение не было. Так чем же можно объяснить у нас? Вот вчера мы слышали доклады, несколько докладов, где, так сказать, удверждалось, что в очень хорошем, великолепенном докладе Алексея Михайловича, он связал снижение заболеваемости, смертности от рака легкого со снижением распространенности курения. А вот мы видим, что это не так, потому что снижение распространенности курения случилось совершенно недавно, где-то в 2010-2012 году. Что произошло? Значит, вот эта книжка, которая была издана на основании Большой конференции, которую я и профессор Ричард Пито, и профессор Ричард До организовали в Москве. В общем, это произошло под эгидой Международного агентства по изучению рака. И этот, в общем, эта конференция дала начало борьбе против курения. Я это слово не люблю, но кто-нибудь мне подскажет. Вот у нас очень хорошие изданты такие русского языка сидят. Подскажите, что, как заменить борьбу? С контрольным, а? С трагл. Окей, хорошо, договорились. Но, тем не менее, значит, эта конференция, в общем, предложила все, так сказать, возможные рекомендации, которые были основаны, рекомендации основаны на рекомендациях ВОЗ. Однако, дополнительная рекомендация была снизить в сигаретах уровни содержания смолы. В то время в российских, советских и сигаретах социалистического лагеря содержание смолы было очень высоким. И вот эта конференция рекомендовала снизить для начала до 15 миллиграмм. Что в общем? Вот я вам покажу, это вот наше исследование того времени. Видите, содержание смолы в 90% случаев больше 20 на 100 тысяч... Фу, было больше 90 на одну сигарету, а 45%, 45% больше 25 на сигарету. Это было к тому времени, даже к тому времени колоссальные уровни. Так, опять прыгает. И как хотите, верьте, хотите, нет, Министерство здравоохранения и Сан-Депиднадзор того времени нас услышал, и мы ввели в Советском Союзе регламент на содержание в сигаретах смолы. 15 миллиграмм на сигарету, а потом уже в дальнейшем 12 миллиграмм на сигарету. И это единственное объяснение для снижения заболеваемости и смертности от рака легкого в России и в других республиках Советского Союза. Видите, здесь Казахстан, Латвия, Россия, Украина и тут Великобритании. Видите, абсолютно в одно время, в начале 90-х снижается заболеваемость. И это, между прочим, очень важно, потому что вот эта мера сохранила жизни более 200 тысяч мужчин и женщин в России и, соответственно, плюс еще в бывших республиках Советского Союза. У нас еще в начале 91-х годов, прямо после путча, мы провели конференцию, которая называлась «Профилактика рака в Европе». Председателями были известный молекулярный биолог британский Уолтер Бодмен и я, и мы, так сказать, опубликовали книжку в Международном противораковом союзе в Женеве в 92-м году. И здесь, опять-таки, перечислены рекомендации, в общем, которые впоследствии легли в основу нашего закона российского по контролю курения, табакокурения в России. И мы в 2003 году подписали рамочную конвенцию. В общем, это несколько, так сказать, событий исторических, которые повлияли на контроль, на снижение, на контроль потребления табака в России, ну, естественно, и в мире. Ну, я хочу, это вот слайд, это тут словесный, тут фактологии нет, но я хочу подчеркнуть, что исследования научные, они были, так сказать, через 50-60 лет, они были фактически притворены в жизнь, результаты их внедрены, и это привело, значит, трансляция, ну, вот трансляция фундаментальных эпидемиологических исследований на практику. Это привело к снижению заболеваемости и смертности от причин, связанных с курением, и, соответственно, сохранило многие миллионы, это тысячи, многие сотни тысяч жизней. Вы на меня смотрите у коризнина, все уже? Нет, у нас есть еще три минуты. Очень хорошо. Значит, ситуация такая. Вот в 1999 году 60% мужчин и 22% женщин курили. В 2016 году, ну, мы спустили, удалось снизить до 50% курения среди мужчин и 14% среди женщин. Но, повторяю, это Минздравовские данные, я их не обсуждаю, но я уже сказал, что многие данные, данные Всеверной организации здравоохранения, Минздравовские данные, в общем, в некоторой степени расходятся. И, как вы знаете, у нас цель глобальная снизить курение до 27% в 2025 году. Это трудно, если не невозможно. И вот два заключительных слайда. Я это буду читать, потому что это важно. Что за относительно короткий срок удалось снизить распространенность курения среди взрослых россиян в возрасте старше 15 лет до 50% среди мужчин и 15% среди женщин. Однако это была относительно легкая победа. Бросили курить наиболее сознательные курильщики, у которых никотиновая зависимость была не очень сильна. Тем не менее, половина российских мужчин все еще курит. И это заядлые курильщики, настоящие никотиноманы. Многие из них не только не могут, но и не хотят бросить курить. В связи с этим процесс снижения замедлится. Так было в странах, в которых снижение курения началось несколько десятков лет назад. Для достижения поставленной цели, а именно снижения распространенности курения до 27%, я повторяю, все равно это практически невозможно, к 2025 году необходимо дополнительные эффективные меры. А именно регулирование в табачном дыме и содержание никотина. Это уже предлагается в FDA снижение никотина и смолы. Эта мера послужит снижению табачной зависимости курящих, а также приведет к уменьшению канцерогенного риска табачных изделий. И необходимо внедрение эффективных мер, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью и отказу от курения, включая никотинозаместительную терапию. Необходим контроль и рекоментирование электронных средств доставки никотина, в том числе электронных систем из систем нагревания табака. И, наконец, исследование необходимо изучить влияние их потребления, я имею в виду электронных средств доставки никотина, на здоровье человека. В том числе возможное снижение канцерогенного риска, связанного с их потреблением по сравнению с курением сигарет. Спасибо за внимание. Один короткий вопрос и короткий ответ, Давид Георгиевич. Хорошо. Вы говорили о том, что когда люди отказываются от курения, мы ожидаем снижение онкологической заболевательности. Да, обязательно. У вас, как у эпидемиолога, я хочу спросить, сколько конкретно нужно времени, ну, на примере той же Британии, если люди… Десять лет. Десять лет. Всё, спасибо. Продолжение следует...